Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Мы продолжаем в понятиях и терминах повторять и заучивать историю России в десятом классе. Понятие двадцатое. Ленд-лиз. Ленд-лиз. Этимологически происходит от английского ленд давать взаймы и лиз давать в аренду в наем. Часто используется этот прием. И последнее свидетельство это закона ленд-лизы в защиту демократии на Украине. Вот 2022 года президент Соединенных Штатов Америки подписал, и практика уже выполнения, она осуществляется, этого закона ленд-лиза для Украины. Но самое широкое применение ленд-лиза, оно осуществилось во Вторую мировую войну, когда ленд-лиз целому ряду государств был предоставлен, вот эта помощь взаймы, в том числе и Советскому Союзу. И этот ленд-лиз для СССР, например, да и для других стран, это позволил поставлять со стороны США, его союзникам во Второй мировой войне, как боевые припасы, так и продовольствие, технику, медицинские препараты и оборудование, то есть лекарства и оборудование. Стратегическое сырье, в том числе даже порох, включая нефтепродукты, без оплаты, то есть оплата переносилась на потом, то есть как рассрочка, как кредит. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США. Да, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий, а по факту он начался после разгрома в милитаристской Японии. Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского Содружества Наций и СССР. Кстати, Советский Союз все студебекеры, которые были исправны, возвратил Соединенным Штатам Америки все автомобили, все самолеты, все танки. Ну, конечно же, это далеко были не все, так как те, которые были подбиты или сгорели, они, естественно, не могли быть возвращены. Акт о ленд-лизе давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для страны. И, естественно, все объяснялось так, почему без предварительной оплаты, что это мероприятие ленд-лиз, оно обеспечивало защиту и обеспечивало безопасность, прежде всего, Соединенным Штатам. Закон акта ленд-лизе был принят 11 марта 1941 года Конгрессом США. 2. Он ленд-лиз предусматривал следующее условие. 1. Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе представленных Соединенными Штатами США долгосрочных кредитов. 2. И второе, в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная, неутраченная техника и оборудование должны были возвращены в США после войны. 3. В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. 4. Ученые СССР умоляли значимость поставки, а ученые США зачастую их преувеличивали. 5. Но надо сказать, что поставки в период с 1941 года по 1942, их значения просто нельзя переоценить никак. 5. Недооценить можно, так как в это время еще в полную силу не заработали заводы, эвакуированные с европейской части за Урал и в Западную Сибирь, 5. Где они, по сути дела, только к середине 1942 года начали давать продукцию в тех объемах, которые были необходимы для обороны и создания вооружения новых военных подразделений, дивизий, полков, бригад и так далее. 5. Первоначально, как я уже ранее сказал, акт ленд-лиза распространился на страны Британской империи и Китай. 6. И только с ноября 1941 года действие ленд-лиза было распространено на СССР. 6. В 1942 году США подписали с Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Свободной Францией еще одно соглашение, которое было названо «Обратный ленд-лиз». 7. Согласно ему уже союзники предоставляли армии США товары, обслуживание, транспортные услуги, свои военные базы. 8. На 90% обратный ленд-лиз обеспечивался Великобританией вместе с ее колониями. 8. Это было как бы высоркотехнологические изделия военного назначения, но не только. Это было также обслуживание и снабжение, в том числе и лекарствами, медикаментами американских баз на территории Британских островов. По программе ленд-лиза в Советский Союз было поставлено 17 миллионов 500 тысяч тонн готовых изделий, станочное оборудование, полуфабрикаты, продовольствие, бензин, обошедшееся казначейству США в 11,3 миллиарда долларов. Это были огромные деньги. По курсу современному это составляет примерно около 200 миллиардов долларов. Ну, например, по курсу 2014 года это составило более 160 миллиардов долларов. Ну, сейчас эту цифру можно смело удвоить. Состав поставок утверждался в согласовании с правительством СССР. Программа ленд-лиза была свернута после капитуляции Германии и Японии, то есть осенью 1945 года. Она была полностью прекращена. А выплаты по ленд-лизу продолжались вплоть до 80-х годов. И только в 1990-х годов 20-го столетия, так, например, в 1990 году установлен был новый срок погашения долга по ленд-лизу в объемах 674 миллиона долларов до 2030 года. После развала СССР Российская Федерация в апреле 1993 года взяла на себя выплату всех советских долгов, в том числе и обязательства по ленд-лизу. Окончательно выплатен долг по ленд-лизу был Российской Федерацией в августе 2006 года. И здесь бы уместно было несколько слов сказать о пресловутом законе о ленд-лизе для Украины, который был принят Конгрессом США и согласно которому украинское правительство будет снабжаться материальными средствами, аналогично закону о ленд-лизе во время Второй мировой войны. Надо сказать, что те поставки, которые уже осуществляются по этому закону, они ввергнут, ну это по моему мнению, Украину в такие обязательства и долги, которые будут выплачиваться не только несколько десятилетий, но как бы и несколько столетий. Это военная помощь Украине, если выльется, конечно, в огромные обязательства для украинского народа перед Соединенными Штатами и его сателлитами. Спасибо за внимание, до свидания. Продолжение следует...